всем привет у нас сегодня день красоты сейчас я вам покажу волосы тоже покрасила девочка сейчас вам покажу влада это потрясающе просто красавец неимоверный удалось постричь под машинку ножницами я его самострила но это вот эта большая шапка он все время нервничал в последнее время купается в бассейне вот это ему все течет с волос в общем парень получился бомбический красавец просто посмотрите на этого красоту на влад покажите как красиво тебя лера подстригла да красиво красиво подстригла ты очень красивый владик смотрит свой альбом школьный вот такой тут я в тик токе показывала вам не показывала такие тут такие трогательные фотографии все вообще вот милиса наша подружка владика обнимает а вот смотрите очень трогательно закрою тут вдруг нельзя пока смотрите как владик спит у милиса на коленках милота просто милейшая давать да вот здесь взаимодействую с детками катается на качели да подожди вот ну сейчас я тебе время это наша смотрите ну ладно почему ты не разрешаешь мне показать да это не в церковь ходят поют песни там бассейне купаются в общем красота кудряха поэтому волосы сохнут естественным путем это все потом пооттираем в общем это мелочи и пора подумать о хлебе насущном владислав последнее время я в тик токе рассказывала уже ест драники в общем или оладики из кабачков из цукини или драники картофельные и то и другое делать просто когда уже есть они натертые но я почти каждый день причем он их много есть вот я например в день два килограмма картофеля ему натирать ну хватает на полтора на полторы суток бывает прямо за сутки съедает а бывает на полтора и вот и меня уже честно говоря вот эта рука я устала решила я купить себе овощерезку думаю что я вообще мучаюсь и поехала а я если решили надо в этот день чтобы это все было я поехала в медиамарте и по другим магазинам и нигде не нашла я отдельно овощерезку то есть они все предлагались вместе с комбайном а это как бы дороговато весь комбайн мне не нужен а потом мы обнаружили что у нас же мама когда ходила на какие-то волонтерские собрания дали какую-то там в начале еще и посуду технику и тогда мне это показалось совсем не нужной вещью а сейчас смотрите вот такой агрегат оказывается у нас был это есть овощерезка называется сатурн не юпитер юпитер трет прекрасно вообще у меня сейчас нет никаких проблем драники то вообще одну из любимых блюд потому что цукини я могла хотя бы на крупной терке а драники они же требуют такой мелкой и это было прям никогда не хотелось их делать в общем наконец-то теперь моя жизнь наладилась моя жизнь заиграла новыми красками я с удовольствием делаю эти блюда я занимаюсь драниками этот мальчик занимается тем что ломает опять мебель тебе тут нравится нравится класс да молодец так на драники у меня ну все наверно знают каждый по-своему делать многие хозяйки добавляют жди добавляют еще лук тёртый я не люблю я люблю только я люблю только картофель и яйца муки немного соль перец все вот такой мне был сегодня обед немного взяла у сына дранечка но ему там достаточно яйца одну конечно развалилась слишком 8 . ну ничего и салат как-то я сегодня про мясо не подумала ну ничего обойдусь сегодня без мясного десерт у нас с валиком будет вот такой я пока хочу показать вот всегда беру вот такой арбуз без косточек я до приезда в германию не знала что арбузы бывают без косточек очень вкусно и очень самое главное удобно так сейчас я сейчас его помою разделаю и потом будем сладиком наслаждаться прелестнейшая сегодня писать не переписать просто вкусный сладкий обалденный кайф просто кайф так у нас похолодало что я даже пледиком укрылась сейчас буду есть арбуз владик пока отказался но потом попозже он такой хороший ребенок вообще такой слабость когда ждал дает мне посмотреть немножко сериал я смотрю сел сцены из супружеской жизни я его обожаю иногда его пересматриваю раз в год наверно я его пересматриваю вот так вот вкусно пока владея немножко успокоился расскажу вам продолжу отвечать на вопросы вот сегодня у меня кудряхи какие-то получились не очень красивые вот такие вот плюс еще от краски ну в общем что что вот какая есть такая такая и выхожу да такая рассказываю в прошлом видео я не раз как рассказала про ваню что вам еще рассказать я решила что я про маму там про рому я ничего не буду рассказывать они это я бывают что нибудь скажу они потом посмотрят начинают это вот зачем ты сказала да то есть ну в общем короче если я маму спрошу если она захочет когда-нибудь будет в настроении я ее сниму она вам сама расскажет как она в общем здорово здоровая ну в силу того насколько это можно да ну понятно что болеет а море кости но это у него всегда было такого экстренного ничего нет что все занимается живем по-прежнему они на третьем этаже я на втором этаже вот все что я вам расскажу все остальное потом возьму у нее интервью с ее разрешение я расскажу о себе там был вопрос в комментариях какие у меня планы там до сих пор я на социальных выплатах какие у меня планы по поводу работы буду ли я проходить курсы быть сва и так далее вот на вот о себе могу вам все что хотите рассказать вообще ничего не скрывать значит да я по-прежнему пока нахожусь на социальных выплатах потому что так вот потому что почему потому что работа еще не нашла я я в поисках работы в поисках той работы которая удовлетворит мои потребности я пока не знаю какая это будет работа потому что времени свободного у меня мало конечно многие подумают что его много потому что я часто снимаю как я отдыхаю да вот ну вот такие моменты мне хочется делиться ресурсами своими но если взять вот такую работу полноценную на которую нужно ходить каждый день это полная ставка это там восемь часов в день конечно каждый день у меня таких таких часов нет потому что владислав находится в школе по-прежнему с 8 8 15 забирает от слова автобус и привозит домой в двенадцать сорок пять то есть получается что я могу работать в день начиная например с 9 часов потому что до 8 15 влада заберет автобус мне надо еще время рассчитать чтобы добраться до места работы но это примерно там 45 минут и если если она будет близко и рассчитать время и я могу работать например с девяти до двенадцати потому что мне надо будет еще да и обратно добраться до четыре часа в день я смогу работать а лучше лучше три часа в день потому что мало ли где это будет как транспорт и так далее вот я у меня уже я составила лебенслауф это резюме составила бивербунг это то есть мотивационное письмо чего что я хочу как я хочу мой биратер то есть бират это консультант в джоб-центре который находится очень прекрасная милая вообще девушка мне в принципе со всеми людьми как-то вот везет мне встречаются хорошие мне что первая была прям золотая прям прям ходила в положение все мне такая коммуникация у нас была замечательная и вот эта девушка тоже очень замечательная она мне ничего не предлагает она знает кто я какое у меня образование чего я хочу что она хочет и она мне только предлагает вакансии по моей специальности то есть это понятно что пока не педагог потому что чтобы быть прям педагогом нужно мало того чтобы подтвердить диплом нужно еще пройти определенные обучения вот поэтому пока это может быть вакансии или воспитатель в детском саду или ассистент ребенка вот как владислав да с аутизмом с какими-нибудь ментальными нарушениями как помощник или в школе или детском саду тоже не важно не важно где то есть она не предлагает исключительно такие вакансии вакансии она мне не предлагает не путь цифрау не там на склад не на кассу хотя я знаю много историй у меня моих знакомых уже вот всех распределяют куда куда только попало моя меня ни разу никуда не предложила на такую вакансию только вот в направлении педагогическом ну вакансии было уже очень много но я никому не подходила потому что действительно у меня ограниченное время если это сопровождающий ребенка но кому интересно с девяти до двенадцати да чтобы человек работал потому что это нужно как раз наоборот там с восьми работали с семи вот поэтому пока пока нет пока нет идти на курсы бэд свай я думала сначала хотела пойти потом нет это опять я потрачу время вот курсы немецкого языка вот эти вот которые интеграционные ну не знаю вот я я утверждаю только за себя я могу я могу говорить только о себе кому-то может быть нравится мне вот не понравится это только лишняя трата времени все что я знаю на сегодняшний день это я изучила или из дополнительных из дополнительного обучения или там в каком-то процессе коммуникации общения все идти на курсы ну только терять время драгоценное но мне не хочется вообще протирать штаны тратить бюджетные деньги бюджетные деньги не хочу я просто так поэтому я решила на курсы не идти вот я еще проходила дополнительно покупала уже самостоятельно обучение онлайн я его закончила но вот сейчас я уже два месяца без практики вот слава на каникулах это дурдом это это никакой никакого общения никакой коммуникации все все что было все забывается плюс еще все равно мотивации такой как вот хотелось бы желание изучать язык с вами она не появилась у меня есть осознание что он нужен но внутренне такое прям желание горько такого прям вот прям ой я хочу учиться вот нет такого а я себя только заставляю когда себя заставляешь все равно вся информация она улетучивается вот так вот такие у меня новости касательно моего обучения и касательно моих дальнейших планов вернее не планово то чем я занимаюсь сейчас планы у меня есть ими отделиться пока не буду поэтому сейчас я мне дают вакансии я отправляюсь в свое резюме мне приходят отказы потому что я не подхожу ну вот так вот пока и живу как будет дальше посмотрим жизнь покажет вот поэтому на сегодня все а то я как-то все видео делаю делали не успеваю с вами попрощаться поэтому сегодня прощаюсь желаю всего самого-самого наилучшего будьте счастливы любимы и здоровы всем пока пока